Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире Джентльмен Шоу. Мы все уже давно думаем над вопросом, как сделать нашу передачу еще более интересной для зрителя. Должен вам сказать, что есть один проверенный способ. Для того, чтобы нашу передачу смотрели абсолютно все, в ней обязательно должна быть какая-нибудь азартная игра. И приз желательно в виде машины. Итак, вот машина, а вот игра. Игра всем известная, любому интересная. Вот пустой и вот пустой, а вот вас как холостой. Любимая игра Папа Римского и Григория Явлинского. Если нет в кармане денег, привяжи к капоту веник. Итак, кто первым угадает, где находится шарик, пишет нам наш адрес. Москва, российское телевидение, мне! Любопытный факт, джентльмены. В комсомольской правде было написано, что президент Белоруссии Лукашенко недавно продал свою знаменитую корову. И чем же она так знаменита, сэр? Ну как, два года назад, во время своей избирательной кампании, он доил ее прямо на глазах у миллионов телезрителей. Простите, сэр, ну почему же он продал ее только на третий год своего президентства? Ну, видимо, потому, сэр, что первые два года он еще как-то успевал ее доить. Интересная информация, сэр. В аргументах и фактах пишут, что оказывается, сегодня в русском языке в устной речи каждое десятое слово непечатное. Сэр, прошу вас больше ни слова. Ну почему? Ну потому что девять вы уже сказали. С тех пор, как мы перестали строить социализм, у нас в стране появились многие привлекательные черты западного образа жизни. К ним можно отнести и такое безусловное завывание демократии, как существующие у нас практически официально дома свиданий. Однако наши мужчины, особенно семейные, пока еще с трудом преодолевают естественную робость. И тем не менее, природное любопытство и еще более природные инстинкты неудержимо влекут их туда. Ладно. Ну вот, хотя бы один разок, господи, только бы жена не узнала. Здравствуйте. О, здравствуйте. Проходите, пожалуйста. А скажите, точно никто не узнает? О, обижается. У нас полная конфиденциальность. Ну ладно. Боженька, была, не была. Мы ведем наш прямой репортаж из дома свиданий Черемушкинского района. Сегодня здесь встречают десятитысячного посетителя. Им оказался, представьтесь, пожалуйста. А это я, Загоройка, я Иван Степанович. Поздравляем, поздравляем, Иван Степанович. Вам сегодня крупно повезло. А сейчас маленькое блиц-интервью для наших телегрителей. Скажите, вы, конечно же, не первый раз в этом заведении. Да что вы, я первый, до свидания. Отличная шутка. Я думаю, наши телезрители обязательно ее оценят. Ну и как, как вам обслуживание? А я, да я никогда же еще. Парень просто обалдел от счастья. Или это скромность? Скромность вообще украшает настоящего мужчину. А сейчас, а сейчас Иван Степанович, наша хозяйка, расскажет о тех сюрпризах, которые она для вас специально приготовила, правда? О, да. Ну, во-первых, постоянный билет на право бесплатного обслуживания вас в течение квартала. Поздравляем. Аплодисменты, пожалуйста. Внимание, улыбочка. Фотография для утренней газеты. Иван Степанович, я хочу вас и еще раз вас обрадовать. Дело в том, что мы сейчас в прямом эфире, поэтому вы сейчас, как говорится, пользуясь случаем, можете передать привет своей жене. Пожалуйста. Маня. Маня. Ваня. Случайно, Маня. А как же? Я не хотел. А ты не сказал, что... Маня, это не я. Ну, наконец, наш главный сюрприз. Сейчас наши девочки исполнят любое ваше желание. О-о-о. О-о-о. Любое? Да. Ой. Дайте мне буханку хлеба. Простите. А я жене сказал, что я за хлебом пошел. У-у-у-у-у-у-у. Как это тебе удалось? А я всегда в прекрасной форме Потому что закусываю великолепным собачьим кормом Чаппи Ничего себе Чаппи – прекрасная закуска для наших четверногих друзей В эфире Джентльмен Шоу И так, как говорится, продолжим наши игры Второй тур Приз старый, а игра новая Итак, внимание, у меня в руках три карты Тут ничего, тут ничего, и тут тоже ничего Ловкость руки нет, обмана, только деньги из кармана Угадавшего, где туз, ожидает ценный груз Итак, присылайте нам ваши ответы и смотрите пока Джентльмен Шоу В последнее время любого нашего человека окружает множество Всевозможных границ Пересекать их сегодня приходится практически каждому Туристам, чтобы поехать на отдых Челнокам, чтобы провести товар Ну, а обычному гражданину, живущему, скажем, в Москве Для того, чтобы навестить свою двоюродную бабушку Оказавшуюся за границей в Одессе В общем, граница, можно сказать, стала фактом нашей повседневной жизни И поэтому неудивительно, что недавно своя граница Появилась и на территории уже знакомой нам Одесской коммунальной квартиры Здравствуйте, программа Джентльмен Шоу Здрасте, здрасте Я вижу граница на замке Ну что вы, на цепочке И что, можно войти? Ну, если у вас есть виза Какая виза? Ну вы прям как вчера родились Как какая? Оттуда сюда Ну ладно, в виде исключения Спасибо И все-таки, Семен Маркович Граница посреди коммунальной квартиры Это же, наверное, порождает Минуточку, минуточку Это же, наверное, порождает массу проблем Вот я вижу, у вас кухня, например, оказалась с одной стороны А ванная с другой Это еще что? Вот у нас санузел с этой стороны А включается свет Стой А и как же вы решаете эти проблемы? Ну как решаем? Что значит, как решаем? Как на любой границе Ну что, Сорь Петровна Челночим понемногу? Нет, я вареньки на кухне приготовила Вот в комнату несу Ага, а ну-ка О-о-о, излишний вес Придется пошину платить А сколько? Это Четыре икю за каждый лишний вареник Так где фиг, возьми? Ну, бабуля, на таможне не звери работают Поможем? Боя! А ну, помоги бабуле О, вот теперь нормально Иди, иди, бабуля Не надо благодарности Это наша работа Да, действительно, настоящая таможня. Ну, о чём вы говорите? Семён Маркович, вот известно, например, что граница между Украиной и Россией прошла, как говорится, по-живому. С одной стороны остались родители, с другой — дети. У вас что, так же? Ну, что вы, у нас гораздо трагичнее. Что вы говорите? Да, посмотрите, что с Петровичем сделали. Маркович, как же это? Мы с ним здесь, а нам родимые там. И что, ему теперь ничем нельзя помочь? Сложно. Ну, разве что, обратиться в комиссию ООН по правам человека, чтобы им разрешили воссоединиться. Семён Маркович, мне на ту сторону надо мусор выбросить. Так я хотел спросить, мне золотые зубы в декларацию записывать? Конечно. Только смотри, береги их там. На обратном пути будем присчитывать. Скажите, Семён Маркович, а почему у вас тут граница такая, ну, скажем, извилистая? У вас что, были какие-то серьёзные территориальные споры? Ну что вы, просто этот участок Петрович проводил. На границе тучи ходят криво. Руки! Проходи. И ты проходи. Обыскать. И не надейся. Обратите внимание, между прочим, она целый день туда-сюда ходит. Невероятно. А вот скажите, Семён Маркович, где у вас, скажем, ставят визу? Что значит где? Как везде, в консульском отделе. Мне нужна срочно виза. Яша, я вам сегодня уже 25 раз визу открываю. Сколько можно? Ну что, я виноват, видно, что ты съел. Да? Так, вот вам таблетка, и чтоб я вас в консульском отделе больше не видела. Да, ну хорошо. А вот скажите, Семён Маркович, есть у вас хоть кто-нибудь, кто доволен тем, что провели границу? Ну, конечно. Вот Сима, например. То есть? Вы же знаете, сколько у неё поклонников. Ну и что? Ну как, ну и что? А то, что её муж теперь пока-то, может, не пройдёт, не точно из командировки. Из ванной неожиданно вернуться не может. Можно, Семён Маркович? Семён Маркович, служба. Документы. Семён Маркович, для меня... Документы. Ну, ну... Документы. Симочка, брось, пожалуйста, паспорт. На. Так, посмотрим. Хе-хе. Извините, пока он был в ванной, нас перепутали. Понятно, понятно. Так. Спасибо. Друг, не за что. Но, пасран. Проходите, мой телевизор. Насмотри на меня. Проходите. Симочка! Семён Маркович! Что случилось? Семён Маркович, у нас ЧП. Что такое? Миша через границу пытается ящик водки пронести. Разберёмся. Документы. На грестую стощи ходят, мужа. Ну и где же этот ваш ящик водки? А где, Маркович? Обязательно. Во мне! Ха-ха-ха-ха! Продолжаем джентльмен-шоу. Итак, третий тур для солидной публики. Рулетка, господа. Все знают, что это такое? Разобраться проще в этом, если кофе пьёшь в Манхэттен. Ну а те, кто с ней знаком, пейте кофе с коньяком. Итак, ваши варианты цифры, на которые остановится шарик, присылайте мне. Напоминаю, приз в 14 лимонов вам готовит филимонов. Многие считают, что наши так называемые новые русские малокультурные, необразованные люди. Однако, это не совсем так. Более того, недавно весь мир потрясла сенсационная новость. Один из наших новых русских стал, вы не поверите, лауреатом Нобелевской премии. И вот нам удалось взять у него интервью. Прошу прощения. Прошу прощения. Да. Добрый день. Здорово. Скажите, пожалуйста, как вам всё-таки удалось добиться такого успеха? Да, кореш у меня, понимаешь, Вован есть. Ну? Ну, у нас с ним с детства соревнования, понимаешь? Он Рубелю отца стырил, я два. Ну и так всю жизнь. Он Мерседес себе купил, я два. Он на двух гектарах, понимаешь, пятиэтажный дом поставил. А я, понимаешь, на трёх гектарах, шести. Он там яхту себе купил, я пароход. А тут, я смотрю, мой Вован уже совсем сблендил, понимаешь? И взял и женился на этой. На мисс Азия 95. Ну тогда я женился. На мисс Мира 96. И ещё на всякий пожарный договорился на 97. Простите, но я что-то не понимаю. Какое это всё имеет отношение к Нобелевской премии? Ты что, до сих пор не вкурил? Извините, нет. Ну ладно, я тебе объясню. Ну, в общем, я думал, что я уже моего Вована, так сказать, практически по всем статьям вставил. Так кто-то ему сказал, что люди, оказывается, друг от друга, понимаешь, мозгами отличаться должны. Что вы говорите? Ну, и тогда мой Вован взял и Кембридж закончил, гад. Что, экстерном? Ну да, за бабки. Ну? Что ну? Тогда я Гарвард закончил. И эту, как её? Оксфорд. Да ну не, бабу, ну. Цербон. Вот точно, вот это вот Цербон. Не может быть. Что значит не может быть? На, примеры. Вот это ещё видел? Так я думал, что всё, мой Вован утерся. Оказывается, нет. Тут мне газетку принесли. На вот, прочитай. Париж. Гражданину России Мсье Вовану вручается Ганкуровская премия в области литературы. Простите, я что-то совсем ничего не понимаю. Никак ты догнать не можешь? Нет, нет. Ну тогда смотри, завтра телевизор и всё. А сейчас, дамы и господа, свою нобелевскую лекцию прочтёт наш новый нобелевский лауреат. Мистер Толян, from Russia. Ну что, Вован? Ты видишь где я? Нет, ну ты теперь понял. Ты теперь всё понял. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Так, всё же, я вкончаю эту церемонию. Хеллоу, друзья, с вами вновь Олег Пилимонов. А это значит, что в эфире наша свежая лучшая десятка анекдотов. На 10-м месте воспитательница детского сада с анекдотом. Подходит как-то Винни-Пух к пятачку и говорит. Извини, пятачок, я тебя временно исключаю из списка своих друзей. Это почему у Винни? А мне доктор сказал на месяц исключить всё жирное. На 9-м месте сторож музея КГБ с анекдотом. Подходит как-то Мюллер к Штирлицу и говорит. Штирлиц, дружище, у меня к вам деликатная просьба. Да? Вы всё равно спите в машине. Не могли бы вы мне на ночь дать ключи от вашей квартиры? А зачем вам группенфюрер? А я жене скажу, что на вас засаду устроил. А сам немножко развлекусь. На 8-м месте продавщица ликероботочного отдела гастронома. С анекдотом о том, как сидят как-то два её покупателя. И один другому говорит. Слушай, мужик, вчера после третьей бутылки подходит ко мне собака и говорит человеческим голосом. Ася, не пей больше. Эх, да у тебя белочка. Нет, я точно видел собаку. На 7-м месте историк гражданской войны с анекдотом. Подходит как-то Анка к Василию Ивановичу и говорит. Слышь, Василий Иванович, а давай я тебе перед боем гимнастёрку тайдом постираю. Хорошая идея, Анка. Только смотри, много порошка не трать. А почему, Василий Иванович? А я ж только до середины реки плыть буду. Так шо хватит и половины дозы. На 6-м месте врач-сексопатолог с анекдотом. Встречаются как-то два представителя сексуальных меньшинств, и один другому говорит. Слушай, милый, а если бы ты на необитаемом острове оказался, кого бы ты хотел рядом с собой видеть? Женщину? Ах, ты что? Как женщину? Не волнуйся, милый, Резиновую. Да ну зачем? А я бы её тут же надул и к тебе уплыл. На 5-м месте учёный-этнограф с анекдотом. Посмотрел как-то один житель Крайнего Севера рекламу по телевизору и говорит другому. Обманывает нас реклама, однако. Сколько этим хедденшолдером голову не мою, а перхоть всё равно не проходит. Ну так шо ж ты дальше делать будешь? Ну не знаю. Завтра последнюю попытку делаю. Попробую шапку снять. На 4-м месте представитель крупного бизнеса с анекдотом. Встречаются как-то двое новых русских, и один другому говорит. Слушай, друг, у меня проблемы. А шо такое? Ну ты ж мою квартиру видел? Да, шо. Ну я там рельсы проложил и трамвай пустил. О, так это же класс. Ну не скажи. Когда в туалет спешишь, всё равно таксы брать приходится. На 3-м месте рекламный агент телевидения с анекдотом. Сидит Баба Яга в избушке на курьих ножках, заходит к ней Соловей-разбойник и говорит. Слушай, бабуля, ты не знаешь, что это в лесу вчера за шум такой был? Ой, мне не знать, Соловушка. Это вчера Илья Муромец супер-Яхимби напился и ко мне приставать начал. А ты что? Ой, да я старая уже. Мне этого не надо. А избушке понравилось. На 2-м месте инструктор ЦК КПСС с анекдотом. Встаёт как-то Леонид Ильич на заседании политбюро и говорит. Знаете, друзья, обиделся я на товарища Фиделя Кастро. За что, Леонид Ильич? Понимаете, он мне вчера киндер-сурприз прислал. Ну так это ж хорошо, Леонид Ильич. Что ж хорошего. Открыл я его, а там вместо маленького пингвинчика звезда-героя Кубы. Ну и кто же на первом месте? Это, как всегда, популярный одесский анекдот, лидер нашей десятки. Итак, представьте себе, Одесса в баре сидит постоянный клиент и наблюдает не совсем обычную картину. Римского полководца угадал. Дальше сорок. Ведущий джентльмен-шоу «Первая Фе». Якубович. Не, а Филимонов. Так, Лимонов. А, старый знакомый, что будем пить? Смесь номер трина. Понял? Фёнв минут. Прошу! Ну, смесь номер трина. Смесь номер тринадцать. Суп с макараном. Прошу! Интересно. Попробую. Чего изводите? А мне, значит, тоже смесь номер тринадцать. Короткий выбор. Ан-дара, аллегрия макарана. Ан-дара, аллегрия макарана. Макарана. Суп с макараном. Прошу! Замечательно. Класс! Хе-хе-хе-хе-хе. А сколько стоит-то? Двести долларов. А-а-а-а! One moment, please. Ну что ж, дорогие телезрители, наша передача, а с ней и наши игры подходят к концу. И поэтому вы, конечно, страшно хотите узнать, кто же выиграл главный приз. Спешу удовлетворить ваше любопытство. Поскольку в нашей игре мог участвовать любой, в ней принял участие и я. И как-то так получилось, что именно я и дал все три правильных ответа. Так что от вашего имени разрешите поздравить победителя. Спасибо всем за участие в игре. Счастливо! До новых встреч! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok